Проходим тест Гарри Поттера. Я сходила на тренировку, тут тысяча деталей, иду уже на рашу. Посмотрю восьмую серию. Всем привет, меня зовут Арина, и добро пожаловать в мой влог. Не забывайте про мои соцсети, подписывайтесь, пишите комментарии. Сегодня понедельник. Уже скоро новогодний, у меня нет новогоднего настроения. Вообще, как-то всё странно, я подавленная какая-то. Я надеюсь, поэтому, что влог выйдет более-менее классным. Сейчас я собираюсь в школу. Желание лечь обратно в кровать, конечно. Ап, ап, ап. Мне была первая, как я сказала, я в логе. Но я не была неделю в школе, так что собираюсь. Я шокировала, что я собралась. Я очень хочу сказать. Давайте. Откроем, кто же был, вот этот один календарь. А с 24-го числа, декабря, мы с Витой будем открывать один календарь, который сделан друг другу. Там-то поинтереснее будет. Так. Сегодня будет лучше, потому что я уже просто против. Отвечаю. Ну, сразу понятно. Соску сухого. Супер. Тысячу, ну, не тысячу, первый раз за зиму оделась в зимний пуховик и шапку. Это я так в прошлом году всегда ходила. То, что у меня вообще три куртки. Даша пришла ко мне в гости. Вот я ее кормлю. То есть сейчас она не смотрела ни одной части елок. Ну, вот только вчера ужасную. Мы с ней ходили в кино на елке 10. Поэтому покажу ей. Все, я выбегаю на работу. Туда же едет домой. Сейчас она за шкурки навязывает. Короче, обычно я добралась для работы на трамвае. Песком мне было где-то 40 минут. И замочах, потому что было лед, что-то мне, блин, идет. А сейчас я перевелась на точку, которая возле моего дома. И мне здесь виноватит. Но лучше бы я работала там, где работала. Потому что это считается главной точкой. И тут очень жесткий контроль. Мы затираем все в конце смены. То есть убираем. Намного дольше. Два часа. Вообще тут меньше времени посидеть. Что-то в одежде. Ой, она очень сильно как брон. И нерябно. Я там, тем более, уже привыкла. Ничего бы я работала там. Ну, привыкну. В общем, очень привыкну. Сегодня не в таких условиях. Но зато такого красота. Я уже дома очень. Она сегодня затерлась. Затерлась. Типа, значит, убрать всю кухню. А это очень много убирать. Типа там все разбирать. Мыть там. И когда я работала на той точке, я затиралась, в принципе, за полчаса. А тут часа полтора, потому что огромная точка. Как-то это все медленно происходит. Тут по-другому. А сегодня не было начальницы. Ну, куратора. И мы все начали затираться в девять. Ну, типа, делали заказы. Что-то тебе намыли. И в одиннадцатом намыли. Все, типа, закрылись. Я проснулась к первому уроку. Ну, как? Я проснулась мне пятнадцать назад. Ну, суть в том, что я учусь со второго. Просто пойду к первому, чтобы поспеть писать ДЗ, чтобы повторить перед пхимией. И, ну, заваривать мой энергетик, чтобы выбить энергетик перед школой и не засыпать на уроках. Для меня это очень странно. Потому что, если я работаю, то раньше третьего я в школу не иду. А тут, типа, я даже еще раньше приду. Ну, надеюсь, что-то сейчас опять еще соберется. А, все, короче, я пошла. Календарь быстро открываю и выхожу. Собралась я в семье пятнадцать. Ну, типа, я поела. Наделась, накрасилась. Сегодня у нас будет мейлер. Потому что маленькое окошко. Я не могу, у меня аж падает по литру. Календарь, все. Скоро конец. До ЕГЭ остается полгода. Но не переживайте, у вас есть еще возможность подготовиться. ЕГЭХ – это онлайн-школа, которая готовит к ЕГЭ на 80+, а также к ОГЭ на высокие баллы уже четыре года. И они выпустили более трех тысяч учеников. Почему же именно они? Первое – у них опытные преподаватели с высокими результатами. Второе – это удобный, гибкий график. То есть вы можете готовиться, когда у вас будет желание, настроение или свободное время. Третье – это индивидуальный подход к каждому ученику и поддержка от куратора. Четвертое – у них есть симулятор экзамена. В январе у них будет экспресс-курс экстра, где школа быстро, но эффективно готовит к ЕГЭ. Курс будет состоять из трех онлайн-вебинаров в неделю с подробным разбором каждой темы. Индивидуальное домашнее задание каждому занятию для закрепления материала. А также личное сопровождение наставника 24 на 7. Курс разработан так, что абсолютно любой ученик, который будет соблюдать все рекомендации, сдаст ЕГЭ на высокие баллы. До 10 января у них действуют скидки на курсы по предзаказу. А по промокоду Арина вы можете записаться на тестовую неделю, чтобы прочувствовать и понять, подходит вам или нет. Но я думаю, вам это точно подойдет. В описании я оставлю ссылку на их сайт, а также ссылку для того, чтобы записаться на тестовую неделю. Лучше не откладывайте подготовку к ЕГЭ, а прямо сейчас переходите и записывайтесь. На геометрии франдомный момент урока. Учительница решила нам сделать такой переживчик. Показала какую-то работу выпускников, которые уже давно выпустились. И пожелала нам хорошего дня. Спасибо. Я специально ждала, пока тут разложится толкушка, чтобы пройти в раздевалку. Ну так, все, уже послево сушалось. Да. Мы уходим в Сибиски. Что толкает? Мы уходим в Сибиски, потому что там проверочные домашки. У меня я так балбаю. Три-пять, три-пять. У меня наконец-то выходит три по химии. Типа, все, я все исправила. У меня теперь не будет двойки за четверть. А там просто четверть, у меня два. Куда-куда? Ну все, ура. Три. Я пришла сейчас в магазин, буду вообще сейчас заходить, искать подарки. Влади по цветам. Вообще, что-то покупать. Тут почти все будет на подарки. Так, это чипсы на Тайного Санту. Это тоже на Тайного Санту. Я дарю однокласснику. Вот, куплю просто вкусняшки, потому что не знаю, что еще дарить. Это Влади. Так, ладно, брат, сейчас покажу. Я не имею в виду. Кофе. Такая шоколадка. Такие конфетки. Тайного Тайного Санту. Мандарину купила к подарочкам. Очень мило. И вообще поемки по новогоднюю они какие-то мне показались. Такой коктейль. Это Влади подарю. Это тоже на Тайного Санту. На Тайного Санту. Еще кофе. Влади. Мне. 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 Так, что еще тут? Салфетки влажные. Влади. Это я купила бабушке, дополнение к подарку. Это тоже себе. Влади. У нас такой есть прикол, что мы покупали летом все время желе зеленое. И называли его эктоплазмой. Я еще раз не купила. Типа, эктоплазма. Это из... Что-то охотники за привидениями. У них было такое. Она так называлась зеленое вещество. Такое. Вообще это из биологии что-то. Но мы угораем типа с этого. Так, это тоже Влади. Это на Тайного Санту. Это Влади. Ой, ну что ты нюхаешь? Это Влади. Это Влади. Вроде все. Так. Это себе. Да. Вроде все. Ну, приятная, приятная картинка. Если что, Влади, я еще вот покупала. Сейчас это все по цветам расфактую. Потому что у нас здесь типа красный. Там синий. Вот, получается, как-то так. Это фиолетовый день. Это зеленый. Ой, день. Подарок. Ну, тут чуть-чуть розовый, но, мне кажется, можно отнести к сиреневому какому-то. Зеленый. Это синий. Это желтый. Это красный. Это на Тайного Санту подарок. Вот. Вот это. Влади у меня вышел подарок 700. Мы договаривались на 500, но у нее тоже больше вышло. У меня тоже. Ну, на 500 нереально было, потому что если на 500, то это вот так вот. Вот это было бы на 500. Вот. Ну, согласитесь, не очень. Короче, я хотела в один тренировок что-нибудь поделать. Но, в итоге, я проспала сейчас в 8 вечера. Я только проснулась. И я завтра не иду в школу. И я даю с людьми друг друга, а потом не найдусь. Проходим тест Гарри Поттера. Я сегодня решила не идти в школу, потому что был, типа, мороз. Просто так ужасно выглядит, сейчас расскажу. Я подумала, я встану где-то в 11-12, поделаю всякие дела, все успею. Сейчас в полчетвертого, мне просто хочется плакать. Я ненавижу так долго спать, потому что я ничего не успеваю. А смысла от того, что я проснусь в час или в полчетвертого, особо нет. Я не понимаю, как можно так долго спать. Причем я легла, как обычно, где-то в час. Ну, почему? Я сходила на тренировку, тысячу лет не была. Вчера проспала, сегодня сходила, наконец. И вот мы должны идти в понедельник, получается, на дискотеку школьную. Не в школе, если что, это дискотека. Ну, вот. И в нашем классе набралась половина. Вообще, мне кажется, никто не идет, только мы с Дашей собираемся. Просто я хочу с Гейлей, она в 9 классе, если что. Ну, тоже в моей школе. С Дашей именно втроем мы будем ходить. Типа, вообще нормально, поданцуем, поджазим, все окей. Но что-то я не знаю, я надеюсь, я вообще не помню, что я с другим классом, если что, как-нибудь пройду. Если что, в какой-нибудь черный ход зайду в это здание. Короче, я не знаю, я очень хочу туда пойти, я реально ждала этого. Поэтому, надеюсь. Где-то сейчас приклеили эти новогодние картинки? Конечно, вау. Ну, до этого их не было, прям красиво. Вообще не показывала, как я собираю пазлы. Тут тысяча деталей, я их купила на той неделе. Мы их, наверное, уже с этой неделю собираем, это реально сложно. Но вот прям, это, так, по чуть-чуть. Типа не то, что мы сидим по 3 часа, в первые дни мы сидели долго. Но вот так все получается. Надеюсь, до Нового года хотя бы соберем. Красила брови, они стали нормальные. Очень давно их не красила, не выщипывала. Хотела прям максимально естественными, что ли, их видеть. Сделала попкорн. Да. У меня вообще так испортился режим. То, что, типа, для меня лечь в час. Ну, рановато даже. Сейчас, во-первых, ой, ну, видите, я буду собирать пазлы. Сходила, по-моему, из такой сразу настроения. Всем доброе утро. Сегодня я вообще училась со второго урока. Но там могут идти в палки. Так что я решила, там, пойду к третьему, то есть на физру. Вот сейчас буду делать вот эту прекрасную маску. Маска Матадлина. Все время я хотела сделать утром, но просыпалась. Просыпалась за 15-20 минут даже. Так что сегодня разбиваю это с утра very good. А сегодня я и с мамой, и Литой. Мы, короче, идем в сауну. Я собралась. Погружу просто как белая поганка, потому что не крашу ресницы. Но в воскресенье я иду уже на наращивание ресниц, так что ура. И я выхожу чуть-чуть. Не то что опаздываю. Ну, уже, да, опаздываю, коржеванная пошла. Вообще, я куплю поесть, когда я жду. Так на приятно. Мы сейчас писали проверочный пост. Я надеюсь, там все хорошо, потому что у меня выходит три. У меня вообще много троек на пообществу. Я не хочу троек. Я иду со школы домой. У нас, получается, было... Ну, у меня четыре урока. Две физры и английский. А, и общество. А, сейчас буду смотреть восьмую серию слова пацана, потому что я не смотрела. Конечно, видео все спойлеры, но... Надо быть вайп последней серии решила поставить на сегодня. Все, включила. Наконец-то посмотрю восьмую серию. Спасибо соседям, что они сверлят на осень, а вот так обидно, что больше не надо бы ее дать четвергал. Ай, ну что за байка. Ой, сейчас будет та сцена, которая... Так, все рядом. Верните, верните первую серию. Я уже часов три собираю пазлы. Я очень много собрала. Типа тут осталось, ну, не видеть сами. Как бы немного посередине вот это все я собрала сейчас. Посмотрела вписку с кукаяками. Вчера смотрела с X-Style. Сейчас просто включила, ничего, чтобы мне не мешало. Я просто собрала. Я хотела сегодня все сделать, потому что завтра работаю. Но ничего опять не сделала. Ладно. Потому что... Почему я не успела уже сделать? Потому что... Короче, все, успею, мне просто лень. Я иду сейчас на тренировку с Гейлей. Ничего я не... Да, короче, поленилась. Ничего не сделала. А завтра я работаю. Ну, в принципе, это не мы такие. Наша жизнь есть такова. Что я сейчас сказала? Мы сходили в Гейлей на тренировку. И она вообще давно не ходила. Я же вчера. И сейчас домой. И все, поедем с Рауной. Такой глубокий сугроб. Ой, все, мы тут. Да. Мы тут переодеваемся. Диван. Ладно. Либо репетер, лепетер, пить. Там вообще такая... Такая кухня. Я же не думаю, что там сначала воды нет. Туалет. Телевизор. Тут типа покушать. Ну, так все. Приятненько. Вот такой бассейн. Ну, приятно-приятно выглядит. Тут опять покушать. Душ с ведром. Так. А, и вот тут сама сауна. Мы вообще полный кайф. Купаемся, хаваем. Купаемся, хаваем. Сауна? Купаемся, хаваем. Полный подневесый кайф. Как вы уже поняли, я утопила телефон. Сейчас я их включила. Посмотрите на это качество. Это протертая камера. Он никогда так не снимал. У меня не работает какая-то часть экрана. Я выключила вообще ужасно. Просто я не пошла сегодня в школу, потому что я не хочу идти туда без телефона. Это тряпки ужасно. Короче, суть в том, что у меня не работает некоторая часть экрана, а именно там, где отправляются в Телеграме видеофото. Я не могу ничего в Телеграме отправить. В ВК получается почему-то, хотя у меня каждая там клавиша примерно одинаковая. Вообще не понимаю. Потом у меня мокрое дно такое. На телефоне это не мешает. Но оно есть. Ну, типа, его не видно. Только когда что-то я, ну, при белом таком звезде на телефоне видно. Сейчас его не видно. Вот. Короче, я надеюсь, у меня качество исправится. Я надеюсь, у меня будет видно. Не видно, точнее, этого мокрого дна. Я еще пока что направила заряжать. Больше не надо, мне кажется. Я сегодня еще работаю. Удачи на сходили в салон. Все. Придется на стиле ремонт. И я надеюсь, там помогут. Почему я вечно помогу? В итоге, что с моим телефоном? Он сейчас работает. Он лежал несколько дней в рисе. Я ходила с старым андроидом. Очень было мне неудобно. Но сейчас более-менее. Но есть мелкие недостатки. У меня не работает часть экрана, Face ID. Возможно, вы сейчас слышите немножечко плохой звук. Потому что периодически такое бывает. Ну, вот так. Поэтому после Нового года я отдам его в ремонт. А сейчас я хотя бы радуюсь тому, что у меня... Ну, он работает в целом. Спасибо. На этом влог подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Конечно, он получился немного коротким и таким странным. Но дальше исправлюсь. Всех с наступающим Новым годом. И пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...